у меня есть одна идея которую я хочу воплотить в косе я не знаю если у меня получится может быть все кончится примерками того чего я найду вот это платье мы мерили нет по моему нет нового белого на витрине да вот это платье хотел померить только голубое но его не было моего размера что что у нас новенького давайте посмотрим ну что ж сегодня в кос у нас будут примерки небольшой обзор я вам покажу что есть нового в магазине не очень большой обзор потому что нового не так уж и много но кое-что есть и просто вот вам буду показать вот это платье мы примеряли уже вот это еще нет ну появляются у них новые вещи но в основном очень много того что уже было много опять зеленого как это ни странно и много таких цветных вещей но вот из цветных в основном зеленые белые ой тетенька чухнула прям рядом со мной я и сказала будьте здоровы но просто я записываю озвучку потому что очень громкая музыка в кос играет в зале и поэтому невозможно разговаривать я забыла по моему вас приветствую в начале видео я всех приветствую на своем канале я нахожусь в городе опять же миссисага в том же самом торговом центре в котором я была в магазине манга и в которой я хожу довольно часто по причине того что находится возле моей работы живой в канаде тоже забыла про это сказать и это пригород торонто один из самых больших торговых центров в провинции онтарио и не очень большой магазин кос но кое-что все-таки в нем можно найти посмотреть давайте сделаем такой небольшой обзор просто поснимая вам то что есть в магазине и примерки буквально через несколько секунд жду вас примерочный и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья мои, мы с вами сегодня в примерочной магазине КОС. У меня карманы зашиты, хотела засунуть руку в карман. Ну, ладно, сюда засунуть. Я так люблю карманы вообще, я без них не могу жить. В примерочной магазине КОС идея моя была одета в Total Black, во все черное. И казалось бы, да, как ни в КОСе можно воплотить эту идею. Но вы знаете, как ни странно, у нас такой небольшой выбор в КОС, и как ни странно, я заметила, что здесь очень много цветных, ярких, разноцветных вещей. А вот черных, просто черных, да, они есть, но это так скучно. Ну, как бы я хотела что-то интересное, какие-то фасоны, какой-то, знаете, ну, чтобы было что-то такое эдакое. А в принципе, ну, в общем, будем сегодня экспериментировать с черным. Я не очень люблю черный цвет, вернее, я люблю его, но у меня его мало. Я все-таки люблю какое-то что-то немножко поярче, поцветнее. Прежде чем мы перейдем к примеркам, я хочу, девочки, попросить, проверьте, пожалуйста, подписку. Если вы наткнулись на мое видео, и вдруг вы заметили, что почему-то вы давно-давно не видите меня в своей ленте, проверьте, пожалуйста, подписку, потому что YouTube чудит просто до умоврачения. Отписывает людей, подписывает, отписывает. В общем, у меня эта цифра подписчиков скачет в день, 10 человек туда-сюда. В общем, какой-то странный бред, который не может быть, так сказать, ну, чем-то объяснимым. Просто я думаю, что у YouTube какие-то сбои, и он отписывает людей. Кстати, у меня одна женщина написала, что она видела меня в комментариях у другого блогера и написала, я давно не вижу ваших видео, все ли у вас в порядке. Я сказала, проверьте, пожалуйста, подписку. Я выпускаю видео три раза в неделю, каждую неделю, у меня все в порядке. Пожалуйста, проверьте подписку, потому что, видимо, YouTube вас отписал. А еще я хочу показать себя. Вот, вы видели, это мое пальто, я вам его показывала в моих самых любимых пальто. Вот я сегодня в нем, причем у нас такая сейчас погода. Утром холодно, плюс 4, днем становится плюс 15, становится жарко. Ну, вот, значит, вот такой у меня образ сегодня. Кстати, сегодня, наконец, ко мне, моему образу, подходит моя сумка, которую я вам показывала, которую я купила сравнительно недавно, винтажная сумка Gucci. И я ее очень-очень много ношу, практически все время ношу. И вот сегодня она прямо точно ко мне вписалась. Сейчас я вам сниму пальто и покажу, что у меня под пальто. На мне сегодня такой длинный жакет. Ёбка вот такая вот из разных кусочков, сшита из разных тканей. Видите, интересная ткань, такая необычная. Черные ботинки из ткани. И пояс я надела не потому, что я люблю пояса, хотя их, да, люблю, а потому что здесь предполагается пояс в этом жакете. Он должен быть с поясом, видите, здесь вот эти вот шлевки есть для пояса. И у меня, конечно, многовато золота получилось, видите, здесь пряжка и украшение золотое. И тут, в общем, короче, но я полусне в каком-то одевалась вот на работу. Пришла на работу, посмотрела на себя в зеркало и подумала, что-то мне золота многовато. Может, снять что-то? Потом подумала, нет, не буду, буду ходить вот вся в золоте. И оно нам все это пригодится в примерке черных вещей, потому что черные вещи тем хороши, что на них можно налепить много украшений, много поясов, в общем, сделать большой, большой, большой такой, смесь такую из всего. Ну вот, такой вот у меня образ сегодня. Ну что ж, начнем с черных брюк. Потрясающие, абсолютно потрясающие черные брюки. Клешные, широкие. Как же они мне нравятся. Вау. Топик мой, потому что я, ну, не стала уже нести примерочную. У меня вот как раз на мне вот такой вот черный топик, кстати, зинякло. Очень удобный, очень его люблю. Но брюки мечта. И посмотрите, как красиво. Я не люблю Total Black, но вот когда есть какие-то большие красивые украшения, и вот эти вот брюки, они действительно супер, супер шикарные. Потрясающие. Видите, какая ширина в них. Вау, как они мне нравятся, девочки. Вообще. Надела пояс. Здесь как раз хорошо можно надеть пояс. Как же худить черный цвет? Я сейчас напримеряюсь и начну носить только черные. Как же мне нравятся. Боже мой, как это шикарно. Просто шикарно. Брючки в вид сзади. Совсем неплохо. Вообще неплохо. Просто отлично. Чёрный жакет с чёрными брюками. Шикарный вид. Слушайте, я, наверное, сейчас полюблю чёрный цвет. Слушайте, как это красиво. Я не ожидала. Вы знаете, я очень редко ношу чёрный цвет. Я считаю, что он у меня старит. Что он, ну, как-то мрачный такой, никак не вписывается. Я люблю всё это такое яркое, блестящее. Ну, как же красиво, когда всё чёрно. Серьёзно. Сейчас я начинаю понимать людей, которые всегда ходят в Total Black. Жакет такой длинный, интересный. Знаете, они немножко по ткани не совсем подходят. Ткань на брюках и ткань на жакете разные. Но, в принципе, выглядит очень симпатично. Очень-очень. Так, ещё я принесла такой чёрный топик, трикотажный. Но тоже неплохо с этими брюками. Просто обычный. Может быть, нужен был бы размер поменьше. А может, и нет, это Large. В принципе, нормально. Видите, он такой, у него здесь одна пуговица. В принципе, я его принесла для того, чтобы примерять с платьями. У меня тут несколько парочек платьев есть чёрных с открытыми плечами. Вот я его принесла, чтобы с платьями примерять. Но с брючками с этими тоже неплохо. Брюки шикарные. Просто шикарные. Главное, длина хорошая у них. То, что надо. Я не знаю, девочки, ну что делать. Ждать распродажи. Ну и нарушим Total Black. Я померилась с моим жакетом. Мне очень было интересно. Тоже красиво. Видите, у меня здесь он бежевый с такой тонкой чёрной полоской. И вот с чёрными брюками и с чёрным топом вниз. Очень симпатичная. Единственное, что он такой длинный. В принципе, его лучше с юбкой. Потому что, когда я его так с брюками надеваю, он очень укорачивает мне ноги. Но слишком длинный он для брюк. Но, в принципе, как идея сама для девушек с более длинным ногами, по-моему, неплохо. Так. Состав в брюках. 77% лиоцелл и 20 триллион. Состав хороший. Цена. Какой размер это будет? Сейчас посмотрим. 10-й, по-моему, американский. 150 долларов. Не так уж и страшно. Я имею в виду цена. 10-й американский размер. Да. Вот, значит, лиоцелл. И немножко льна в них. И это хорошо, потому что, если бы было больше... Много льна, то они бы очень мялись. Вот здесь вот у них такие складки. Честно говоря, брюки классные. Просто классные. Мне очень они понравились. Потрясающе. Шикарное черное платье. Я в таких восторгах сегодня. Вы, наверное, удивлены, да? Но платье действительно очень интересное. Посмотрите, как интересно оно сделано. Посмотрите, какой-нибудь интересный подол разной длины. И вот здесь немножко сборка. Вы знаете, я чувствую себя в нем такой... Мартиша Адамс. Из семейства Адамс. Если вы знаете, о чем я. Если нет, я поставлю картинку, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Оно очень интересное. Вот, знаете, это из тех платьев, которые красивы не расцветкой, а кроем своим. Издали не видно, в принципе. Черное-черное. Но я вам хочу сказать, у него очень интересный... Ну, не то, что очень интересный. Обычный, но красивый вырез лодочкой. Только единственное, что оно как-то на мне плохо лежит. Может быть, это потому, что на мне очень много всяких бус. Вот так он должен... Вот так он должен лежать. Лодочкой такой вырез. Красивая, красивая линия плеча. И очень интересный вот этот вот фасон здесь. Живот торчит, но не так сильно, знаете. Это какой-то большой размер. Но благодаря вот этим вот складкам и сборкам он не так сильно выделяется. Видите, вот здесь тоже складки. Интересное платье. И очень интересно сделано внизу. Интересное платье, красивое. Ну, в общем, нарядное, я бы сказала. Ну, не то, что, ну, не на каждый день. На работу я в таком не пошла. Но... Хотя оно сделано из какой-то обычно такой трикотажной ткани. Вполне такой ненарядный, что можно в нем ходить на каждый день. Но не знаю, потому что такой фасон, этот вот подол. Оно у меня немножко длинновато. Я имею в виду, в самом платье нет. Но вот этот подол у меня, видите, у меня вот этот кусок длинный. Он прямо у меня лежит на сапоге. Чуть-чуть должен был бы, наверное, быть короче мне. Потому что вот красивое платье. Так, состав в этом платье 65% хлопок, 28% найлон и 7% спандекс. Но оно-таки действительно немножко такое тягучее. Это был размер large. И стоит оно 150 долларов. Тоже не из самых дорогих платьев в кос. Ну, вы знаете, опять же, у меня проблема в том, что вот здесь вот внизу оно мне хорошо. А вот здесь вот оно мне... Немножко вот эта лодочка как-то не очень хорошо на мне лежит. Потому что оно, может быть, мне немножко великовато. Очень хорошо так сделан, хорошо обработан подол. Такой плотный. Ну, в общем, платье достойное. Достойное и цена такая приемлемая. Это уже кто-то перемазывает. Это я... Нет, я, вроде, аккуратненько стараюсь. Так, это было платье авантюра. Потому что это размер медиум. Я была уверена, что я в него не влезу. Вот здесь вот. Но я в него влезла, застегнулась. И оно мне вообще даже нигде не жмет и нигде не дарит. Вот тоже очень красивое платье. Широкая юбка. Узкий такой лифт. Корсет. Очень красивое платье. Тоже такое немножко вечернее. Ручки можно было мне прикрыть. А я сейчас их прикрою вот жакетом. Или вот этой вот кофточкой трикотажной. Еще я могу надеть мой ток вниз и закрыть руки. Интересно попробовать. Но мне кажется, что в нем очень красивый вот этот вот вырез. Очень жалко что-то надевать вниз для того, чтобы прикрыть руки. Мне кажется, что лучше надеть что-то сверху. А вообще оно так красиво лежит по фигуре. Просто прекрасное платье. Немножко такая принцесса являет. Золушка. Только Золушка была не в черном платье, а в синем. Видите, оно так хорошо сделано. Оно вот здесь вот все застрочено-застрочено складками. И получается, что верх такой по фигуре топ. А юбка раскрешается. Очень красиво. Очень элегантно. Крес. Крес. А с этой кофтой мне не нравится. Пропадает... Я в нем выгляжу, как монашка. Как это, менонитка. Пропадает весь... Вся красота этого платья. Это вырезе. И в том, что он сверху... Вот оно, вернее. Почему я говорю он? И в том, что оно сверху должно облегать, а юбка раскрешается. И если вот надеть сверху что-то такое вот, то все, все полностью абсолютно уходит вся его красота. Нет, мне это совсем не нравится. Даже, в принципе, с этим жакетом лучше. Потому что жакет приталенный, и он как-то вот немножко повторяет форму платья, и тогда это не выглядит так прям по-монашески. Потому что он, видите, он приталенный жакет, и он довольно красивый. И, в принципе, с этим платьем можно носить. Но, конечно, тогда платье теряет весь смысл. Это можно просто надеть вот топ и обычную какую-то черную юбку, и тогда будет то же самое. Но так, в принципе, платье красиво. Именно своей вот этой вот... Своей формы. Карманов в нем только нету. Так жалко. В принципе, в нем должны были быть карманы. Очень интересная ткань. Я сейчас почитаю, какой состав. Но вообще я хочу вам сказать, девочки, что черный цвет, конечно, идеально худит. Тут ничего не попишешь. Все-таки мне кажется, в таком платье, если вы хотите прикрыть руки, то лучше надеть что-то вниз, а не сверху. Потому что вся красота в нем... Это его форма. Ну и, в принципе, тоже, конечно, это не совсем хорошо, потому что пропадает красота вот этого выреза квадратного. Но если надеть сюда что-то, вот знаете, прозрачный какой-то топ, облегающий такой, как сделанный из сетки, вроде бы как... Ну, не сетка, а с такой тюлей облегающий, чтобы он был прозрачный, был здесь, тогда будет видно вот эта вот форма выреза, и руки будут прикрыты, и будет вообще идеально, прекрасно и шикарно. Очень будет красиво. Мне очень нравится это платье. В пир и в мир и в... Как говорят? В пир и в мир и в какие-то люди. В пир и в мир... Вылетела с головой. И в какие... В пир и в мир... Добрые люди. В какие люди? Напишите. Самое. Красивое платье. Так, состав этого платья 65 катон. Сколько-то полиэстера, сколько-то эластан. Ну, в общем, 65% катон в нем есть. Практически оно все из хлопка. Очень интересная, приятная ткань такая. Стоит оно 175 долларов. Тоже не смертельно. Ну, опять же, по косовским меркам. И это был размер медиум, чему я очень удивлена, потому что я считала, что размер медиум я не влезу. Просто ларш не было, и поэтому я, так сказать, на... Ну, на удачу принесла его. И вот оно мне оказалось как раз... Между прочим, хочу вам заметить, что я не стала примерять его вот с поясом. Не стала переть на него пояс. Хотя, может быть, это было бы и неплохо. Смотрите. Вот если надеть на него черный пояс какой-то красивой такой пряжкой, было бы очень неплохо. Я просто уже не стала на себе примерять, дабы не подвергаться критике. Ну, неважно. Мне кажется, что с поясом было бы очень неплохо. Ковтюля эта... Половина, почти чуть больше. 57 вискоза, остальной полиамид. Стоит она 135 долларов. Размер LARCH. Вы знаете, что я вам скажу? За 135 долларов я лучше куплю вот это платье за 175, или то черное за 150, чем за 135 долларов. Вот такую вот кофточку. Такую кофточку можно купить много где. Во многих магазинах. Может быть, она будет не вискоза, а сплошная синтетика. Но, в принципе, она такая обычная. Ничего в ней нет особенного. И жакет я вам еще не показала. Сейчас я посмотрю состав. Значит, 275 долларов. Это 12 размер. Как ни странно, он нехорошо. Вполне очень даже в самый раз сел на мне, мне кажется. Сейчас посмотрю состав. Сделаем в Румынии. Сейчас. Значит, он сделан с 95% шерсти, поэтому он такой дорогой. Но подкладка у него из синтетики. Он совершенно такой, очень похож на такой мужской жакет. Такого мужского плана на одной пуговице. Вот такой вот очень строгий, очень базовый, очень обыкновенный. Прямо совершенно мужской. И еще раз цена 275 долларов, ну потому что это шерсть. И размер 12. Я думаю, что и 10 был бы мне хорошо. Хотя этот не выглядел на мне большой, а выглядел на мне в самый-самый раз. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие девушки, вот такие у нас сегодня были примерки в магазине Коз. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно, что вам понравилась моя идея вот этого Total Black. Я решила не просто примерять вещи, а именно вот по какой-то такой, по тематике цвета. Кстати, последние несколько видео у меня так и получается. Вот видео из манго. У меня тоже было бело-синее такое морское. Предыдущее что-то такое, я уже не помню. Ну в общем, тут просто у меня как-то, знаете, сложилось вот, захотелось черного, потому что я вот шла вот в этих вот ботинках с работы, черные такие у меня из ткани. Я подумала, и черные колготы. И я подумала, что я сейчас опять начну пярить на себя летнее платье вот со всем этим вот антуражем. И это будет совсем не то. А вот если взять все черное, попримерять, то вот с этими вот, с такой вот обувью будет самый раз. Вот так родилась моя идея. Все. Надеюсь, что вам было интересно. Люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok